Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на ютубе и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. На поляне был женский приход. К Винцеславу Вингжановскому пришла 20-летняя девушка по имени Елена. А девушка Дарья пришла к Денису Козловичу. Многие заметили, что она внешне очень похожа на Катю Король, бывшую девушку Дениса. У Димы Дмитренко был день рождения, ему исполнилось 28 лет. Оля Рапунцель поздравила его. С днем рождения тебя, мой сладкий, я не отдам тебя никому. Я сверну горы, если ты скажешь мне да, и если понадобится, все за тебя отдам. Я готова простить тебе все, только докажи мне свою любовь. Рапунцель заказала ему воздушные шарики, а потом заметила, что Дима получает смс поздравления от Оли Райской и потребовала заблокировать соперницу и удалить ее номер. Затем Рапунцель долго плакала и сказала, что отныне она снова ждет кастинга и прихода к ней новых парней. Дима решил устроить свидание на троих. Он позвал обоих девушек, Рапунцель и Райскую. Видимо, он хочет на нем расставить все точки над «и» и официально завершить свои отношения с Олей Райской. Костя Иванов с Сашей Гозиас снова поругались. Костя приревновал свою девушку к бывшему мужу Илье Кроткову, с которым она собирается скоро увидеться. Саша решила отметить день рождения дочери рядом с ней, а затем ей позвонил бывший муж, сообщил о том, что он лежит в больнице, у него серьезный перелом ноги, и попросил Сашу приехать к нему вместе с дочкой, чтобы повидаться с ней. Именно поэтому Костя и стал ругаться с Сашей. Участники проекта считают, что повода для ревности здесь нет, ведь Саша очень сильно любит Костю. Саша Харитонова сделала себе новую прическу. Мой новый образ. Красивый ровный цвет с плавным переходом и с эффектом выгоревших волос. Лето наступило, и хочется новых экспериментов. Но, видимо, результат девушку не совсем устроил, она продолжила эксперименты и дальше, теперь уже с париками. Николая Должанского можно поздравить с актерским дебютом в кинематографе. Он снялся в фильме «Квадраты» на фотографии Колян со съемочной группой. Весной 2017 года фильм будет номинироваться на Каннском кинофестивале в категории «Дебютное кино». Настя Лисова отметила свой день рождения в ресторане с подругой Анной Якуниной. Настя поблагодарила своих подписчиков за поздравления. Спасибо всем, кто меня поздравил с днем рождения, просто взахлеб зачитывалась. Мне было очень приятно, мои хорошие. Многим запомнилось необычное свадебное платье Нелли Ермолаевой. Нелли рассказала всем интересующимся, как это платье создавалось. Я вижу, мое свадебное платье не дает покоя. Кто спрашивал, расскажу подробнее. Итак, оно изготавливалось два месяца. 8 метров шлейф, ткань шелковая органза 45 метров, водоросли, обработанные как шелк 60 метров, винтажное кружево шантилье, сотни метров фатина. Сейчас ребята отвезли платье в Дубаи. Оно будет выставлено как экспонат под крустальным куполом в отеле «Атлантис». Далее мы решили устроить аукцион, после которого деньги пойдут на благотворительность. Алиана Устиненко может заплатить внушительный штраф. Недавно она опубликовала фотографию и подписала ее. Люблю свою машинку. Да, нет прав. И пока сама на ней не езжу. Ну, почти не езжу. Фанаты выразили опасение, что Алиана, не имея прав, может выехать покататься с сыном и тем самым подвергает Роберта серьезной опасности. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!